Игорь Тальков Игорь Тальков был убит 6 октября в Санкт-Петербурге. За кулисами концертного зала «Юбилейный». Официально из-за того, что у него случился конфликт с охранником певицы Азизы. Началась перестрелка, и одна из пуль попала в сердце певца. Свидетелей произошедшего было предостаточно. Но, как выяснилось, в этом деле до сих пор много белых пятен. И настоящая причина гибели одного из самых талантливых людей конца 80-х так и остается невыясненной. Совершенно официально заявляют, что убийца, его фамилия Малахов Игорь. Убийство было преднамеренно. Убийство было преднамеренно. Все это рассказывают. Потому что меня предупредили, что я являюсь самым прямым свидетелем. И в любой момент меня могут убрать. Что касается самого исполнителя, то мне абсолютно пофигу, что это за пешка была. И кто там моделировал эту ситуацию. И реально ли она случайно произошла. Или это очень круто было запланировано. Это не важно. Важно, наверное, обратить внимание вообще, почему нас убивают поэтов. Которые способны пробудить сознание и дух людей, опять же. То есть, как Есенина перед НЭПом убрали, например, так же отца убрали перед развалом уже страны, разграблений. То есть, как они с 90-х пошли, он бы все понял и не молчал бы. А это бы мешало тем, у которых планы на нас на тысячелетия. Ну, надо ж было так устать, Ведь я тут зовут вас за Христа. Господи! А вокруг гадет аппарат, Вся страна жагает в ад широкой поступью. Родина моя Вскорбна и неба Род Тальковых происходил из дворянского сословия. Возможно, именно от своих предков Игорь унаследовал стальной и твердый характер. Он был несгибаемый, и это точно. Упертый, искренний даже в своих заблуждениях. Ну, то есть, до конца ищущий. Свободный, справедливый, но в то же время честный. Что путаю с жесткостью. Если ты человеку что-то прямо в глаза говоришь честное о нем, даже неприятное, у нас принято это считать тогда, что не культурно же так, надо же не все говорить. Лучше, мне кажется, все говорить. Тогда мы начнем не соперничать друг с другом, а находить отличия и протягивать руки. Ты в этом сильнее, помоги мне, а я в этом сильнее, тебе помогу. Он был из тех людей, которых, если он в чем-то убежден, в своей правоте, которых при убийстве было практически невозможно. Потому что, если аргументы были достойны, и он понимал, что он не прав, да, это нормально. Но если он убежден в том, что это белое, это черное, на компромисс пойти... Поэт, который пишет социальные тексты, политические даже, он не может быть, не быть общественным деятелем. Да и пушкинского поэтом может и не быть гражданином, быть обедом. Просто любой творческий человек, тонко чувствующий этот мир, видящий все несправедливости и понимающий их не только чувствами, а еще там и интеллектом, там и причиной их, не может не быть общественным деятелем. Это шоу-бизнес все это исковеркал. Делают из пустышек там все, богов каких. После службы в армии Игорь начинает активно сотрудничать с разными профессиональными музыкальными коллективами. Чуть позже едет в Сочи, где устраивается работать в гостиницу «Жемчужина» в Варьете в качестве бас-гитариста. Репутация Игоря как профессионального музыканта была настолько высока, что в 1980 году он был приглашен в тур по СССР вместе с испанским певцом Митчеллом. Внешне его музыкальная карьера складывалась вполне благополучно, но исполнять собственные песни у него почти не было возможности. Он не мог работать как автор-исполнитель, потому что худсоветы это объясняли тем, что одновременно одинаково писать музыку и стихи невозможно. Можно только что-то одно делать. Да и вообще голоса у него не было. Поэтому приходилось работать в других коллективах. Однако перспектива всю жизнь провести в амплуа ресторанного музыканта не улыбалась Игоря. Поэтому в начале 80-х годов он внезапно покинул коллектив. Что рассказывает деградация? Идет станок по зарабатыванию денег и все. Через как бы творчество. Любой кабак видел, как талантливые люди там испивались и все. Не достигали ничего. Ну, ломались просто. Судьба ломала. Вот, видимо, на этих примерах черпал силы, чтобы не сдаваться. Ну, опять же, это мои предположения. В начале 80-х годов Игорь Тальков окончательно переехал в Москву. Женился. У него родился сын. Игорь Тальков младший. Отец меня пытался воспитывать концентрированно. Из-за того, что мы мало виделись. Вот, воспитатель он был никакой. Вот, судя по моим воспоминаниям и так далее. То есть, чересчур там он лишковал. Например, я... Он узнает, что я не умею считать до 100. Там меня, может, могли запереть на весь день в туалет. Там, например, без света. Вот. В результате я через неделю считаю там и по-русски, и по-английски сразу, на всякий случай. Примерно в это же самое время Игорь Тальков начинает в качестве аранжировщика сотрудничать с Людмилой Сенчиной и Стасом Наминым. Однако денег на жизнь катастрофически не хватает. Конечно, денег не было. Ну как, эту квартиру просто там маме подарила бабушка. Бабушка Маша, я вот ее хорошо помню. А так они вообще жили на ВДНХ. Там отец еще и с братом, с родным. Вот. А тут еще там тоже мог с какой-нибудь там полженой быть. Вот. Ну так теснились. А потом вот бабушка подарила маме квартиру. И они переехали уже туда. Вот. При жизни отец не мог, ну, не успел, грубо говоря, заработать. Вот. А после жизни уже тоже, ну, как бы не было таких средств. Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать. Ну, да уж. Действительно, нельзя. Я приглашу на танец в память, и мы закружимся вдвоем. И вместе с нами, вместе с нами помолодеет старый дом. Ну, а когда погаснут свечи, и за окном рассвет вздохнет. Произнесет. Произнесет. Не тихо парни, и уйдет. Я примошу. Несмотря на то, что репутация Игоря Талькова в музыкальной тусовке была довольно высока, сольная карьера у него не складывалась. Он вообще уже в таксиста собрался уходить, то есть он сел с собой, честно поговорил и все. Сказал, что это мечта недосягаемая, ничего не получится. Такова вот жизнь здесь в России, в Советском Союзе и все. Году уходящего, рукою поможу, и шагну на новую дорогу. Кто-то уходит. Кардинальная его судьба изменилась в 1986 году, когда он вместе с Ириной Аллегровой стал солистом группы «Электроклуб». Группа была основана выдающимся композитором Давидом Тухмановым, признанным хитмейкером того времени. Именно он доверил Игорю Талькову спеть песню «Чистые пруды», с которой он стал лауреатом «Песни года». Музыка Давида Тухманова, стихи Леонида Фадеева «Чистые пруды» поет Игорь Тальков. Один эфир в то время, да. Сейчас там у нас тысячи каналов, интернет, а тогда один раз по телевизору тебя показали на всю страну уже. Все, он поехал на гастроли под эти «Чистые пруды». Там уже пел, что хотел. Люди в шоке были. У каждого из нас на свете есть места, Куда приходим мы на миг объединиться, Где память, как строка почтового листа, Нам сердце исцелит, когда оно томится. Чистые пруды, застенчивые ивы, Как девчонки с мойк у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, Мой дальний берег детства, Где звучит аккордеон. В России, значит, только можно через компромисс какой-то, что ли, достичь. Но это у него был компромисс неосознанный. Он просто записал вещи и ушел из электроклуба. В общем, ну, абсолютно искренне, Никаких ставок ни на что не делал. Просто отнесся к ней, проникся, Песни сделал, записал и ушел. А там уж, эти, вверха, Там ее выделили, решили ее продвинуть. Поэтому, с точки зрения, он никого не обманывал. Просто так судьба распорядилась. В 87-м году он основал собственную группу «Спасательный круг», С которой стал активно гастролировать по всей стране. При этом материальное положение его так и оставалось тяжелым. Ну да, однушка, разделенная шкафом, «Хрущевка». А золотые купола Кому-то черный глаз слепили Ты раздражала силы зла И, видно, так их доняла Что ослепить тебя решил Россия Пик творчества Игоря Талькова пришелся на так называемый период перестройки. Когда советский народ фактически по новой оценивал свою историю. Сенсации рождались чуть ли не каждый день. Одной из таких сенсаций как раз была песня Игоря Талькова «Россия». В данном случае к ней было бы неверно присоединить эпитет модный или популярный. Песня «Россия» стала фактически одним из гимнов того времени. И после премьеры этой песни об Игоре Талькове заговорили именно как о серьезном музыканте. Тем более, что Тальков был именно тем человеком, который не просто плывет по течению, но имеет собственное ярко выраженное мнение. Листая старую тетрадь, расстрелянного генерала, Я тщетно селился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалов. О, генеральская тетрадь, забытой правды возрожденья. Как тяжело тебя читать обманутому поколению. После появления песни «Россия» Игоря Талькова пригласили сниматься в фильме «Царь Иван Грозный» в роли князя Серебряного. Однако после того, как была изменена концепция фильма, Игорь отказался от дальнейших съемок. В зале «Октябрь» на Калининском была премьера Ивана Грозного. И он вышел на сцену, встал тогда на колени, извинился у публики за этот фильм. Это поступок, это просто поступок. Сам факт покаяния, это не каждому дано. Но насколько это нужно было быть убежденным в том, что ты делаешь. Насколько хотите это сделать. Хотите одно сделать, это разные вещи. Популярность Игоря Талькова набирала обороты. Вместе со своей группой он объехал практически всю страну. И в каждом городе был аншлаг. Августовский путь Игорь Тальков встретил в Ленинграде. 22 числа у него был концерт на Дворцовой площади. Программа была продумана настолько грамотно, что многим присутствующим на этом концерте казалось, что это и есть прощание с советским прошлым. Эй, кто там взгизнул по поводу того, что коммуняки покидают трон? Сближаются с народом и каются. И верят, верят, верят. Не спешите, милые, не будьте так наивны. Прощаются колесики и не зажавлен тресс. Виктики на месте и работает машина. С явноским названием ССК. Как пел, так и мечтал, наверное, жить в стране, где нет войны, где живут одни гении. Ну, как гении? Жизнь гениальна. Чем ближе к жизни, тем мы гениальны. О том, о чем любой нормальный человек мечтает. Ну, не знать нужды, быть в безопасности и заниматься любимым делом. По-моему, больше никто ничего толком не хочет. Все остальное – это интерпретация того или другого. Не выживать там, как у нас, в общем-то, 95% людей живут, занимаясь не тем, чем хотелось бы, но нужно зарабатывать. И времени нет, и даже остается подумать, как можно было бы иначе, потому что все как колесо. И каждый, как винтик в этой машине. Господа, демократы минувшего века, нам бы очень хотелось вас всех воскресить, чтобы вы поглядели на наши успехи, ну, а мы вас умеем отблагодарить. Мы бы каждый, кто чем, выражал благодарность, молоденький колхозник, рабочий ключок, враг народа геркою, протезом афганец. Ну, а я кое-кому засветил кирпичом. Вот так, вот так, живут Америка с Европой. Вот так, вот так, ну, а у нас ключей вода. Впереди виднелось чистое и светлое будущее. Казалось, что еще немного, и Россия станет богатой, процветающей страной. Мало кто верил, что крах СССР может закончиться лихими 90-ми. Кучей трупов, развалом экономики. Игорь Тальков был одним из тех, что видел будущее страны без розовых очков. Ну, вот я сейчас хочу вам показать песню, которую я написал после путча. Это своеобразное письмо президенту Ельцину. Я отправил ему эту песню, передал через его врача. Сегодня он его послушает, завтра будем думать, как дальше мы будем жить дальше. То ли мы завтра будем в КПЗ с тобой сидеть, то ли мы будем в школу в шоколаде. И поймем, кто есть к вам. Господин президент, наслевает инцидент. Мы устали от ранья, в небе тучи воронья. Хватит. Хватит. Господин президент, почему ваш оппонент? Преступник Горбачев от вас по левое плечо. Почти каждый концерт Игоря Талькова превращался в своеобразный музыкальный митинг. Игорь Тальков был именно тем человеком, которому верили. Единственное, что под конец жизни был разочарован немножечко в том, что реально получилось, реально аудитория слушает, но ничего не понимает, ничего не меняет. Особенно ярко это можно проследить. Его и творчество, и жизнедеятельность после 91-го года, когда СССР там упало, все. И вот долгожданная Россия вернулась. А потом выяснилось, что лишь сменились аббревиатуры, и все. Кто-то там кого-то скинул с верхушек, но в сути осталось та же. И он начал петь уже про время, которое настоящее, если так он больше опирался на историю. Он думал, что если люди узнают о трагедии нашей, то все. Проснутся все и порядок наведут. Вот, а нет. И, конечно, если бы он дальше жил, ну, то есть, видно, что сейчас все все знают, но в самом деле ничего не меняется. Что-то тут не так. Не знаю, может быть, это сейчас так говорить, как бы просто, что у него какая-то внутренняя такая, то ли обреченность, то ли еще что-то, не знаю. Но какая-то такая у него, такой, знаете, печуринская нота, она была у него всегда. Это сколько я узнал. Она уедет в США, он уедет вон, я попрощаюсь с ними молча навсегда. Все бегут на запад, выездной сезон, и даже солнце каждый день спешит туда. Солнце уходит на запад, и убегают за ним те, кто не знают, что все в этой жизни имеет исток. Солнце уходит на запад, но чтобы снова родиться, спешит на восторг. На восторг. Вероятно, растущее политическое влияние Игоря Талькова нравилось не всем. Незадолго до смерти ему кто-то звонил. И он сказал кому-то, вы мне угрожаете? Хорошо. Объявляйте войну. Я принимаю ее. Я помню, мы с ним однажды ехали после съемок. Это снималось в районе Томанской дивизии, там, значит, серебряные отдельные съемки были. Вот мы с ним ехали, опаздывали, значит, на машине, в Корт. И увидели аварию, которая там лоб в лоб две машины столкнулась, и, в общем, из двух машин получилась одна. И вот мы когда мимо проезжали, и говорит, да, говорит, никто не знает, где найдешь, наверное, и мы так с тобой. Покажите мне такую страну, где каждый обманут, где назад означает вперед и наоборот. Не обращайте бессмысленно, глобус вы не найдете. Игорь Тальков оказался пророком. Он действительно был убит при большом скоплении народа, и убийца не был найден. Я просто помню свое состояние, когда я пришел после съемок и собирался к нему поехать туда после концерта, с ним встретиться в Питере. Я открыл дверь, зашел, включил телевизор, и по телевизору узнал, что произошло. Я позвонил Татьяне в Москву, ну, не знал, с чего начать, как бы, разговор, она мне сама сказала, Андрей, вот ты видел? Я говорю, да, я видел. Вы же с ним должны? Я говорю, да, доезжай, посмотри, что там, потому что, так сказать, сказать могут все, что угодно. И получилось так, я выключил телевизор, сел в кресло, не мог встать минут сорок. Что это было, я до сих пор не могу понять. У меня температура была где-то под градом. Я сидел, я просто не мог ни рукой, ни ногой пошевелить. У меня была дверь открыта, проходила мимо красота Захарова. Да, мы вместе снимались. Как-то, говорю, нормально, все, минут через сорок отпустило. Но уже было поздно, когда-либо ехать. Что это было, не знаю. Поначалу в убийстве подозревали Игоря Малахова, телохранителя певицы Азизы. Затем доказали, что последний роковой выстрел сделал администратор Талькова Шляфман, на тот момент уже уехавший в Израиль. На данный момент дело об убийстве Игоря Талькова приостановлено. Я помню этот разговор Женька с Беловой суммой Царственной Вестной тоже. Он же был на этом концерте. И Женька, он такой парень, был осторожный, да, где-то. Он жизнью битый был очень здорово. И когда мы с ним говорили обо всем, то он говорит, Андрю, ты представляешь, меня ведь даже не вызвали. А я, говорит, многое знаю. Меня даже не вызвали, даже не спросили, что там было на самом деле. Я как бы, Жень, расскажи, расскажи. Ну, потом, 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 потом. Так и, в общем. И ничего, Женька умер. Поэтому, если, возможно ли такая версия, что это было из-за его работы, я, в принципе, допускаю. Ведь до сих пор не бывает же чудес на свете. Все это, у нас такисы, скорее, фантастические, которые, при желании, могли бы все раскопать. Не знаю. Отец глаза открыть старался, теперь они у всех открыты, но только ощущение, братцы, что вот не он, а мы убиты. Катится год, греясь в лучах, Катится год, плача в дождях, Катится год, в веных снегах скучая. Катится год, сквозь океан, Глупых сотей, смех и обман. Катится год, сквозь океан печали. Игорь Тальков похоронен на Ваганьковском кладбище. Рядом с тремя ребятами, погибшими в августовском путче 91-го года. И соседство это символично. Эти люди искренне мечтали о светлом будущем для своей страны и верили, что они могут сами что-то сделать для этого. Может быть, это и хорошо, что они не узнали, чем же все это закончилось. Но у него остался сын, Игорь Тальков-младший, который продолжил дело отца. Ну, с его-то песнями его не пропускали. Как и меня с моими, например, в наше время. Вы знаете, был период, когда я приходил куда-либо на интервью, там, на радио, в частности, да, там, спрашивали, вот, в паузах, что вы хотите, чтобы какая музыка звучала? Игорь, поставьте Талькова. А мне отвечали, а нам нельзя. Он, как бы, не форматовал. И другой ответ был вообще, что нам не велено. То есть, даже после его смерти, его сейчас, я смотрю, вроде как-то все это немножечко отошло, да, Игорь начал появляться. А был конкретный период, когда этого... Вот мне в этой просьбе отказывали. Действительно, получается, что судьбы отца и сына очень похожи. Точно такое же столкновение с системой, которая не позволяет свободно петь, доносить свои мысли. Только старшему Талькову противостояло тоталитарное общество, а младшему пресловутый шоу-бизнес. Шоу-бизнес-то, как таковой, появился позже уже, в том виде, в котором мы его сейчас знаем. Тогда это только-только начиналось. Тогда появлялись первые импресарио, всякие менеджеры, такие слова, и все. То есть, схема взять пластилин, вложить в него бабла и сказать, что делать, и все, и отбивать, она же уже потом сложилась. Надо жить, а жизнь — это земля, посеяв вне себя, ты и расти будешь жить, а жизнь — это моря, плыви без корабля, и не только себя разбудишь, надо жить. Мы живем на стыке эпох, вот, правда, непонятно еще, в какую сторону мы пойдем, и каким путем. Либо путем катаклизмов и ужасных страданий, когда развалится вся финансовая система, когда там нефть закончится, ну, когда уже конкретно начнется передел. Либо все-таки восторжествует здравый рассудок, там, и придут во все там сферы политики, бизнеса. Люди как бы новой формации, или как их называют, там, Индигу, или так далее, начнут уже менять все. С момента гибели Игоря Талькова прошло уже 20 лет. Многое с тех пор изменилось, но до сих пор его песни продолжают быть актуальными. И с каждым годом все больше. Многие из его песен, кажется, были написаны только вчера. Его очень часто любят делать такой православный, из него православную икону такую. Вот. Ну, не понимая, что он просто, грубо говоря, православие, выбрал как духовный символ больше. А он не был религиозным догматиком. В библиотеке в домашней после его смерти там у меня осталось и боговат гита, там, и куча книг по йоге, там, и какие-то тибетские, там, монахи, там, и так далее. То есть он был и Роза Мира та же, там, и Блаватская. И Рерихи. То есть это говорит о том, что он, разумеется, был человеком ищущим. Вот. И ни за какие догмы никогда не цеплялся. Был свободным, творческим человеком ищущим. То есть поэтому под конец жизни отец уже и пел, что, ну, не Драков, а гений. Он в зал вот так уже с надеждой. И даже там шуточная песня «Уеду» у него есть. Он там пришел отчасти. Ну, и, ожидая моего счастья, я не обнаружил вдруг. То есть он же поет, что я всего достиг, в принципе, еще хотел, но я нифига не счастлив от этого. Ну, понимают это только люди, которые способны хоть как-то анализировать, там, творчество, сопоставлять песни и так далее. Они поверхностно там, ой, летний дождь заиграл, и все, там, чума, я улетел. Игорь Тальков очень жалел, что так и не познакомился с Виктором Цоем. После трагической гибели Виктора Игорь Тальков почти на каждом концерте посвящал ему песню, Игорь Тальков, так же, как и Цой, ушел молодым, на пике творческого рассвета. Хотя для многих людей ни тот, ни другой никуда и не уходили. Поэты не рождаются случайно, они летят на землю с высоты, их жизнь окружена глубокой тайной, хотя они открыты и просты. Глаза таких божественных посланцев всегда печальны и верны мечте. И в хаосе проблем их души вечно светят тем мирам, что заблудились в темноте. Насколько же надо было глубоко все это заранить, чтобы через достаточное количество времени, чтобы это прошло, и даже у людей сейчас, у любого спросить на улице, Игоря знаете, только вот, по крайней мере, скажу, да, по крайней мере, я слышу. Ведь человек, который, который на виду, который заставляет о себе говорить, он уже достоин того, чтобы поинтересоваться, каким способом, каким путем, какими силами он пришел к этой известности. Ведь пути, ведь они неизвестны. Ведь мы видим, там, загоревшееся какое-то новое лицо, да, там, имя, там, о, все, звезда. А что он, каким он образом к этому пришел, это ведь очень важно. Вот Игорь шел, его дорога была очень нелегкая, она была, но она была честная и искренняя. Он ошибался? Ошибался, конечно, ошибался. Но ошибался именно он. Это его были ошибки. И он имел право на свои ошибки. Какие-то, мы все совершаем ошибки, да, но бывают ошибки, из-за которых порой стыдно и которые можно было бы избежать. Но немногие своих этих поступков могут раскаяться. Он был и тех, кто отвечал за свои слова и свои поступки. Это абсолютно точно. Хорошо, поимал. А когда затихают бои, на привале, а не в строю, Я о мире и о любви, Сочаяю и пою, Облегченно вздыхают враги, А друзья, когда я устал, Ошибаются те и другие. Это привал. Я завтра снова в бой и сорвусь, Но точно знаю, что вернуть. Пусть даже через сто веков В страну нету врагов, Огении и повержен, и в бою. Я воскресну и спою На первом дне рождения Страны, вернувшейся с войны. С войны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова